всем привет в данном видео продолжу обзор камеры gopro прикупил дополнительный аксессуар это aqua box также также он ударопрочный для более экстремальной съемки покатушек и так далее также купил скоростную флешку для записи 4к видео должна работать хорошо по отзывам опять же покупал знаю проверю в данном видео расскажу и покажу как подготовить камеру для установки в защитный кейс как снять линзу также расскажу основные возможности настроек меню покажу камеру поближе в принципе все все последующие тесты то есть связаны с видеосъемкой с качество фото в разных погодных условиях уже сделаю в следующих видео ну что поехали сначала необходимо снять заводской кейс поставляется ну точнее не заводской а то что идет в комплекте как видите это является просто рамка не защищает абсолютно дисплей стекла дисплеев в принципе сама камера уже водонепроницаема достаточно ударопрочная но ронять ее на большой скорости конечно не охота и не горю желанием поэтому существует есть дополнительная защита во-первых погружение высокой ну да глубокая да и вряд ли это они будут погружаться конечно на ней до 60 метров но в принципе падать с ней я думаю можно будет и будет не так обидно снимается рамка достаточно просто началкивается щеколда открывается задняя рамка камера достается достаточно легко то есть надо в меру упруга там плотно сидит но достается достаточно легко бокс пока отложим теперь как подготовить камеру для установки вот вот данный вот квадратик как оказалось вначале то есть для того чтобы установить во первых нужно снять линзу внешне я посмотрел как это делается на вид это легко но может быть у меня такая сложность возникла может быть в остальных такая версия камера попалась такая сборка но первый раз я снимал очень долго и очень геморройно я уже думал что-нибудь сломаю у камеры потому что она никак не хотела открываться для того чтобы сначала теория да то есть ее нужно потянуть на себя вот этот линзочку этот кубик и против часовой стрелки вот в эту сторону повернуть на 45 градусов примерно в теории все просто и логично но я не мог никак повернуть и я думаю это у многих такая проблема не у меня у одного что вот так вот на плохо съезжает мне пришлось вставить подобрал тоненькую пластиковую карту потому что не все вот в эту вот щелочку пролезли то есть тоненькую карточку подобрал и просунул с этой стороны и вторую вот с этой и только тогда камера начала хоть как-то поворачиваться применил усилие повернул в принципе сейчас уже до после того как она раз верну то есть тянем на себя и поворачиваем вот давайте еще раз и установил поставлю обратно что никак очень тугой механизм что установки что все установил ровно как видите достаточно туго одевается может быть конечно я буду снимать одевать снимать одевать снимать одевать постоянно что вытащить из бокса поставить вынуть зарядить его обратно в бокс и так далее будет все намного проще но пока что как видите это достаточно трудоемкое занятие попробуем еще раз на себя крутим покрутили то есть сюда вытащили в принципе все для того чтобы это что касается подготовки давайте одену обратно линзу потому что сейчас я сделаю обзор небольшой комплектации на вот вот например проблема если не до конца зажать да то есть она не до конца становится в пазы и все вроде установил плотно хорошо отложу пока камеру давайте посмотрим непосредственно на защитный бокс что у нее в комплекте данный аксессуар оригинальный фирменный в комплекте идет сам бокс крепление соответственно с затяжительным болтом такое крепление очень нравится на всех аксессуарах оно такое и два дополнительных стекла защитных одно такое же я так понял как стоит на самом боксе сзади по мне так он ничем не отличается я так понимаю это просто за дополнительное а второе стеклышко интересное потому что она вот так же есть инструкция бумажка второе стеклышко интересное так как у него есть просвет для сенсорного дисплея то есть когда она будет нашим камера стоять вот так в боксе мы сможем управлять сенсорным дисплеем с данным стеклом соответственно только будут кнопки работать в принципе если все настроено в камере то оно и не нужно нажал на кнопку съемки прыгнул куда-нибудь снял и все так давайте попробуем вставить как он сидит в данном боксе камера и вставим флешку покажу меню отодвигаем данный механизм вправо и тянем на себя туго но достаточно легко открыли бокс как видите линза здесь уже есть поэтому нужно вставить свою опять этот геморрой с линзой не люблю ее первый раз будете снимать это будет страшно геморрой так все линзу снял очень аккуратно непосредственно с объективом то есть желательно чтобы не попадала ни пыль ни влага уж особенно не кидать его не царапать аккуратненько вставляем я всегда боюсь таких вещей все камера сидит там аккуратно прижали камеру защелкнули все камера встала туда как родная ничего не трясется можно ездить прыгать нырять с камерой с машины ничего не будет оторвем эту штучку мне нужно это тоже есть всякие липучки позже это все сниму итак в принципе что касается установки в данный бокс все все показал рассказал сейчас перейдем вставим карточку покажу основное меню и в принципе все дальше уже тесты видео будут все хрустит прям с таким усилием открывается итак ритуал опять эти линзы кстати в прошлом видео я говорил что у сони замена будет дорогая данных вот так как линза вместе с объективом там как то в едином комплекте идет вместе с матрицей что ли даже каким то блоком это все заменяется то есть в гоупро вот эта линза 1000 рублей стоит ее можно если разбили заменить свободно очень удобно очень удобно практично да да так с первого раза аллилуйя итак по внешнему виду в камере имеется два дисплея данный дисплей показывает основные настройки то есть выбор точнее текущий выбор настроек то есть там разрешение количество кадров также здесь показывает зарядку и время в принципе данный дисплей черно-белый просто информативный основной наш дисплей показывает основные настройки возможность выбора настроек просмотр снимков видео возможность их удаления и много всякой удобной штуки то есть дисплей очень полезный и очень отзывчивый когда я смотрел видео прошлое да когда перед покупкой камеры мне показалось что притормаживает как-то ну отзывчивость да то есть непосредственно прошивки может быть там или самого может быть сенсора но когда я взял в руки камеру когда включил я очень удивился потому что реально скорость дисплея очень высокая и так что имеется у нас имеется два непосредственных отсека в камере это отсек разъемов то есть чтобы открыть то есть кнопочку нажали открыли здесь 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 два разъема всего это type-c usb и hdmi и micro hdmi дальше идет разъем точнее как сказать ниши так скажем под аккумулятор и под карточку непосредственно карточку мы сейчас и протестим и вставим сюда только я как-нибудь отсюда достану не повредив хотя не повредив не получится просто повредив по-моему даже повредит достаточно сильно потому что я не понимаю как здесь вообще вынуть Не знаю как Вот такой вот есть Аксессуар GoPro Продается отдельно в Leroy Помогает Расчехлять другие аксессуары Назовем его хирург Ага Слабоват хирург Расчекать карточку Не прикалывается что ли Забавная штука Пленка Просто пленка Ну ладно Так Кис-кис-кис И сюда камера Так Все Флешка на месте Все плотно Хорошо Закрываем Так Имеется две основные кнопки Кнопка включения Кнопка съемки В принципе все Больше здесь никаких кнопок нету Три микрофона Соответственно Если вы их закроете Звук вообще не будет Он будет очень тихий Бросьте камеру в воду Они забьются Будет звук тише Соответственно Потом протрясете Просушите Будет все нормально Погнали А кстати еще момент Очень интересный Кнопками можно двумя включать Это включение камеры Просто А это сразу пойдет съемка Съемка реально Будет достаточно идти быстро Сами смотрите Все То есть Пошла съемка То есть В принципе Это пару секунд И можно уже Если вы заметили Какую-то активность Или там Что-то интересное То можно В принципе Пару секунд Сразу снять материал Включение тоже быстрое Нажали на кнопку Ждет Пару секунд И в принципе Все готово К работе Основные моменты По работе То есть Клик По Нижнему меню Вызывает Меню настроек То есть Мы вызываем Меню настроек Выбираем Разрешение Какое нам нужно Выбрали При 1080 Выбрали кадры В секунду Плюс Данная камера Есть на 1000 На Full HD Можно снимать 240 кадров В секунду Это Слоумо Будет Отличного качества Я потом покажу Все супер Выбрали Разрешение Точнее Частоту кадров Угол Объектив 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 Широкоугольный Линии Тоже Снимаем в 4К Снимаем в 4К И уже в редакторе Уменьшаем картинку Ручками Выбрали 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 Дальше Наша галерея Это Вправо Если мы проведем В левом Проведем Основные настройки Камеры То есть Ну точнее Не даже не основные настройки Это плюшки Которые там Стабилизация Сверху По словам освещения Звук Вручную Это можно Равки поставить Отдельным Отдельным файликом Будет сохраняться Вот В принципе Все Больше ничего не нужно И основные настройки То есть Подключение И параметры То есть Обзор камеры Это В принципе То же самое Что я сейчас говорю Там будут выскакивать Маленькие окошки Что потяните влево Будет вот это Потяните вправо Будет вот это Прошивка Обновление Время Дата И так далее То есть Включение Голосового управления Русский поддерживается Вроде как Ну должен был Русский поддерживаться Не пробовал Ни разу Сила Сила звука Подсветка Тут где-то есть Вот яркость Подсветки Автоповорот Изображения То есть Это вот так вот работает Очень удобный В принципе Все То есть Я думаю Разберетесь С настройками И все Они Элементарные И Сложности Ни у кого Не вызовут Интересный момент Когда вы поставите Приложение На телефон Попросит Синхронизировать Телефон С Гоу Прошкой Опять же Влево Вправо Потянете Вылетит Меню Синхронизировать Синхронизировать Данные С телефоном Нажимаете Синхронизировать Там Кнопочка Типа Найти Устройство По-моему В телефоне То же самое Они находят Друг друга И потом Сюда связаны Это очень удобно И в принципе Сейчас данное Видео По идее Прилетело Уже У меня на телефон То есть То что Сейчас Снял Там Можно Умонтировать И выкладывать Сразу же Или на телефон Сохранить Или в YouTube В Instagram И так далее В принципе Все По данным По данному Девайсу Основные моменты Я рассказал Пока что Мне все нравится Качество видео Я все Не проверял Повторюсь Нужно А кстати Еще не сказал Что вышла Новая прошивка На него И даже Вот здесь Стоит 1.6 То есть Я смотрел Ролики Различия Между 1.5 И 1.6 Достаточно Серьезные Они там Улучшили Ночную Съемку Цветопередачу И Качество Видео Значительно Как бы Приятнее Стало Убрались Шумы Не знаю Как им удалось То есть Это Явно Программные Фичи Сейчас Данный Девайс Обновляется Сейчас Флешку Вставил Обновлюсь До 2.2 2.1 2.2 Сейчас Посмотрю Поточнее Также Там Написано Что Улучшена Скорость Работы Улучшена Время Ой Время Ночная Съемка Более Качественно Исчезли Шумы Подергивания И так Участ Тоже Покажу Расскажу Поделюсь Впечатлениями В принципе Все Всем спасибо За Просмотр Рассказ Рассказывайте Рассказ Рассказ Рассказ